Звёздный фотограф Гаутам Раджадьякша запечатлел через свой объектив почти всех деятелей индийской киноиндустрии. Он был одним из самых известных мастеров портретов знаменитостей, и сегодня мы познакомимся с его прекрасными работами. Гаутам Раджадьякша родился 16 сентября 1950 года в Мумбаи. Семья у парня была очень творческой. Его двоюродная сестра Шобхаде – известная в Индии писательница. Гаутам и сам с ранних лет не расставался с ручкой. Писал стихи, повести и рассказы. А ещё он обожал фотографировать, но учиться пошёл совсем не туда, куда хотел. Получив диплом бакалавра по химии в колледже Святого Ксавьера, Гаутам начал там преподавать. Два года спустя понял, что совершил большую ошибку. Химия и педагогическая деятельность ему совсем не нравились. Он уволился из колледжа и устроился в отдел фотоуслуг известного рекламного агентства Линтос, где сначала работал копирайтером. Параллельно его сестра Шобха пригласила Гаутама писать стихи для журнала «Селебрити», а потом предложила самому фотографировать актёров для своих статей. Фотография всегда была его любовью и вскоре стала профессией. Портреты Раджадьякши – отражение его великолепного вкуса и эстетики. Ему нравилось мягкое освещение и чувственность, тогда как 90-е были полны безвкусицы и пошлости. Он не только филигранно писал тексты и фотографировал, но и любил оперу и живопись. Этот человек любил высокое искусство во всех отношениях. Именно Гаутам сделал первую обложку «Шри Дэви» для Filmfare и создал самые красивые фотографии и знаменитостей для киножурналов «Стардаст» и «Шайн Блиц». Он обладал безупречным лингвистическим мастерством и право-звёзд интервью. Ни один актёр за всё время работы с ним не сказал о нём ничего плохого. В индустрии к нему не приклеился ни один слух, скандал или домысел. Спросите о нём любого актёра или журналиста и услышите, как они вспоминают мастера с любовью и ностальгией. Его выпущенная в 1997 году журнальная книга под названием «Лица» наполнена портретами знаменитостей, начиная с Дургик Хоте, одной из первой леди индийского экрана, и заканчивая Айшварьей Рай, мисс Мира и ведущей актрисой Болливуда. В 1992 году он написал свой первый сценарий к фильму «Настоящая любовь», который положил начало карьеры Каджол. А его второй сценарий «Каприз» подарил Матхури Дикшит сложную роль. В 2000 году он провёл свою первую фотовыставку в Пуни, на которой были представлены его фотоработы за 20 лет. Выставки его работ в Сан-Франциско, Лондоне, Бирмингеме и Дубае также пользовались большим успехом. Сердце Гаутама Раджадьякши остановилось утром 13 сентября 2011 года, всего за три дня до его 61 дня рождения. Это был сердечный приступ. Фотографии Гаутама будут жить вечно, потому что он, как никто другой, умел превращать обычное в необычное и дарить звёздам уверенность и любовь к себе. Хочу привести несколько цитат фотографа об актёрах, с которыми он работал. Айшварьи Рай Думаю, я участвовал в одной из первых её рекламных кампаний. Я сделал с ней много календарей и её первую обложку для киножурнала. Я видел, как она росла. Айшварьи – чудесная смесь Востока и Запада, но в душе она чистая индианка, и меня это действительно восхищает. Она очень простая и чувствительная девушка. Ранбир Капур Я знал Ранбира ещё ребёнком. Снимал его как в детстве, так и в качестве звезды. В нём есть энергия и решимость, которые, вероятнее всего, достались ему от деда Раджа Капура. Ранбир называет меня дядей, и он один из моих любимых актёров. Я желаю ему всего наилучшего. Уверен, что он преуспеет. Каджол Мне нравится эта фотография моей дорогой Каджол. Она очень символична, так как Каджол такая же непослушная и взбалмошная. Но она всегда приходит вовремя и является одним из самых дисциплинированных людей в Болливуде. Она никогда не скажет, что устала. Она не любит фотографироваться, но перед камерой всегда послушно, воспитанно и уважительно. У неё доброе сердце, ей хочется быть обычной девушкой, но с её талантом и славой это трудно сделать. Матхури Дикшет Я рад, что Матхури пришла в мою карьеру. Она моя муза, само совершенство. В ней есть то, чего я не нахожу ни у кого другого. Я видел Матхури во всех её образах, девушке, жене, матери и рад, что работаю с ней. Абхишек и Джая Бачан Мне нравится эта картина матери и сына. Абхишек – настоящий мамин сын. В тот день я снимал Джаю Джи, и он просто зашёл поздороваться. Я не мог упустить шанс и сказал, давай сфотографирую вас вместе. Я также снимала Абхишека, когда он был очень молод. Рекха Рекха – лучшая девушка с обложки Индии. Она очень трудолюбива. Ни одна её фотография не выходит плохо. Я думаю, что такие звёзды, как она, которые прилагают столько усилий, чтобы быть на виду у публики, заслуживают того, чтобы их любили и относились к ним, как к легендам. Она замечательный человек, чрезвычайно чувствительный и очень хороший друг. Она действительно довольно застенчивый и закрытый человек. Аша Бхосли Я считаю, что она прекрасный человек с замечательной душой, великолепно готовит и абсолютно неутомимая. В свои 78 у неё душа 18-летней девушки. Я обожаю и восхищаюсь ей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!